Добрый день! Вы смотрите канал Рыбовод. Вот опять я приехал в Кадов с Машей. Мы решили сделать поход по острову Джарилгач. От Маяков и до Лазурного. Выйти, пройти по побережью Джарилгачского залива, то есть по северной стороне острова, до мыса глубокая. Затем пересечь остров поперек, выйти на южное побережье острова Джарилгач и дальше следовать до поселка Лазурное. Сейчас мы находимся в Скадовске. В общем, 21 сентября 2017 года. Движемся в сторону причала. Ну, вот мы вышли как раз к Скадовской администрации. Уже почти подошли к побережью. Ну, метров, наверное, 800, может, километр. Сейчас зайдем в АТБ, скупимся напоследок всяких там мелочей, вкусностей и будем следовать дальше. Сегодня довольно-таки жарко. Под рюкзаком чувствуется, что жарко. Ну, солнышко светит. Сзади Маша идет, немножко отстает, но ее можно понять. Рюкзак у нее почти в два раза легче, чем у меня. В этом году я уже был на Джарилгаче, отдыхал. Ну, что-то еще раз мне захотелось. Семя на поход, пройти по улице. Вот вышли на Скадовский пляж. Тут же причал. Вон какой-то стоит корабль. Помню, ли 103, ли 104. Вроде они не ходят, хотя касса открыта. В общем, идем сейчас на причал. Будем узнавать, как нам добраться на остров Джарилгач. В общем, мы по времени не успели. Катер отошел в 9 утра, отчалил. Повез людей на маяк, то есть они ходят только с утра туда, вечером возвращаются. Ну, сидим, ждем. На крайний случай поедем завтра утром. Вот так вот получилось сегодня. Может, что-то выгадаем, что-то где-то проскочит. В общем, посмотрим дальше. Нам очень сильно повезло, так как ребята на яхте едут на маяки на рыбалку. И предложили нас подвезти. Мы, конечно же, согласились. Мы решили поднять парус. Так будем быстрее ехать и экономить бензин. А, ну, как мы по-стей? Ага. О, без шоу. Вот такое у нас путешествие интересное выдалось. Плывем на яхте. Идем. В зале остался Скадовск. Идем под парусом. Если честно, на такой яхте никогда я не плавал. Интересно. Какая-то баржа спереди. Маша получает удовольствие. Большое удовольствие. В общем, ребята ехали на рыбалку, на остров. В этих районах порыбачить. И взяли нас попутно. Обошлась нам эта поездка на яхте. 300 гривен на двоих, в принципе. У нас выбора не было. Как чудом. Они попались нам. То есть, я думал уже мы не уедем. Будем ночевать в Скадовске. Ну, сейчас время около двух часов дня. В общем, все. Идем выбирать место. Выгрузились на берег. Будем искать, где ставить палатку. Как всегда, водичка тут чистая, прекрасная. Прозрачная. Сейчас. Пойдем поставим палатку. И скупнемся. Это наша яхта поехала. Ребята сейчас будут выбирать место. Где-то рыбачить там собрались. На озерах или в море, не знаю. То есть, в заливе. А мы движемся в сторону. В сторону причала. Там бар уже сняли. Бара нет. Плакучая ива стоит. То есть, корабль приходит. Утром. Девять утра. И стоит до четырех. Торгует здесь всяким. Таким. Пивом там. Шашлыками. Там сигаретами. Сейчас он больше привозит пассажиров. Немногочисленных. Потому что он уже не ходит. Как я говорил. Чуть-чуть там что-то продает. Не знаю. В общем. Как-то так. Людей мало. По сравнению с тем, что было месяца полтора назад. Просто вообще почти нет. Единицы. То есть, отлично. Отлично. Вот нашли место такое. Нормальное. Недалеко от причала. Деревцо стоит. Тенек бросает. И там дальше деревца. В общем. Жарко нам не будет. Хотя сейчас жарко нам. Под рюкзачком немножко прошлись. Вот немножко прошли за причал. А вот море. Открытое. Вернее, это Каркиницкий залив. Неправильно называется. Но для нас это считается море. Вот здесь сейчас мы и будем располагаться. С утра еще, в принципе, ничего не ели. Сейчас позавтракаем или пообедаем. И будем ставить палатку. Короче, поставили палатку под деревом. Нормальное место. Тенечек здесь. Повесили шмотки. Так, продукты повыше. Потому что кабаны здесь ходят. Ищут, чтобы стырить, пожрать. Это у них тут в порядке вещей. Уже как бы опыт был. Поэтому сейчас идем за водой. В общем. На маяки. Будем набирать воду. Потом пойду попробую рапанов половить. Пособирать. Или крабы, может, попадут. Вот вышли на берег Черного моря. Маяки. После... По сравнению с августом... С началом августа очень странно такое видеть. Никого нету вообще. То есть, там где-то вдалеке какие-то люди. На маяках нету вообще никого. Абсолютно. Ни одного человека. Даже один причал, оказывается, убрали. Я не сразу и заметил. В общем. Идем водичку набирать. Наберем воды. Я Маше покажу. Где течет артурган. Апизианский источник воды. Круглогодично. Пресный. Поговорят, что она даже лечебная. В общем, наступил вечер. Все разъехались. Абсолютно все. Никого. Ну как. Не совсем все. Тут одна семья только осталась. Где-то они будут ночевать. Не знаю. Может, где палатка стоит. Может, в домике. В этом каком-то. Один причал остался. Как я уже говорил. Бетонный. А там дальше деревянный был. Убрали. Я сначала и не понял. И вон еще та яхта, что нас привозила. Ребята приехали порыбачить. Вон они там стоят в воде. Пойду схожу до них. Спрошу, что там ловится. Посмотрю на их снасти. Может пригодится. Маша остается в лагере. Устала. Устала. Лежит в палатке. Отдыхает. Сегодня вечером будем кино смотреть. Закачал 12 фильмов. В общем, настанет темно. Налезем в палатку. Будем смотреть кино. Хотел понырять. Пока собрались. Пока поставили палатку. Пока там чай заварили. То все. Солнце зашло. Я в воду. Она холодная. Что-то такая мне показалась. Не знаю. Вроде бы, когда сразу пришел, окунулся. Теплая была вода. Сейчас какая-то прохладная. Так как-то я не хочу и рисковать. Друг. Сударго спать. Не знаю. Холодно. В общем, нет желания особого нырять. Завтра уже с утра. Нагреется вода. Днем поныряем. А вот и гости пожаловали вечерние. Ну, нам сказали, что если давать кабанам что-то поесть. То есть прикармливать их. То они потом покоя не будут давать. Поэтому мы кормить их не будем. Никак. Иди сюда. Иди сюда. Он понял, наверное, что он обломается и пошел дальше. В общем, приобрел я себе горелочку такую новую в поход. Потому что прошлой горелкой маленькой, которая накручивалась на вот этот баллон, когда я ходил в поход, она такая неустойчивая, просто и баллон в песке сам неровно стоит, и та маленькая горелочка, там лапки какие-то кривые. В общем, решил я конкретику такую взять. Но она, конечно, весом больше и складывается, как бы не такая компактная встает. Но зато она надежная, прочная, такая интересная горелка. И что самое интересное, из-за чего я ее взял, у нее есть вот этот колпачок ветрозащиты, такой чехол. Вот. И на такой баллон можно накручивать, и переходник на такой баллон, как бы, решил проверить в походе, как она себя будет вести. В принципе, чай кипятили нормально, хорошо. Что самое интересное, допустим, она не боится порывов ветра. Сейчас покажу. В общем, когда стоит на нем. Ну, более устойчивая она. Вот сейчас я закрываю, и открываю, закрываю, и открываю, закрываю. Ну, так дольше уже не срабатывает. Ну, вы видели, что при кратковременном перерыве подачи газа, то есть при условии сильного ветра, она будет сама воспламеняться, если кратковременно закрывать литр. То есть сеточка не успевает остывать, и распламеняется снова. В общем, и тут еще большой плюс, как я говорил, что это тарелка, которая закрывает ветер. Ветер дует сейчас боковой, а ей попьет. Ну, конечно, тут надо еще большую ветру защитить, но пока у меня ее нету, пока так. Уже свечерело. Я взял с собой роколовку такую трехметровую, такой как гармошка зеленая растягивается. Поставил ее метров 20 от берега, то есть на креветку. Забил палку, растянул, забил палку. Возле нее на палку привязал литий-ионный аккумулятор 18650. От него два провода вниз, и там светодиодик у меня горит прямо в той роколовке. То есть, если креветка будет подплывать туда, то, надеюсь, она там попадет. В общем, завтра посмотрим, какой будет улов. Будет ли вообще интересно. Я еще там другие снасти с собой интересные взял. Пока ехали сюда на катере с мужиками, которые нас подвозили на яхте. Они рассказали, что тут, где и как ловится, на что ловится, какие оснасти. В общем, до мелочей мне все объяснили. В принципе, неплохо. Они там дальше сетку поставили, но в заливчике, тоже как бы на рыбалке, поставили сеточку, отъехали в сторону, стоят. Ну, мы здесь стоим. Постоим ночи или две и пойдем на мыс Глубокая. Завтра обещают дождь. Завтра и послезавтра. Я думаю, эти два дня. Если будет дождь, то мы будем стоять на месте. В дождь идти, как бы, неинтересно. Я взял с собой такой волочок морской, как бы, но не доделал его. Всегда смотрел, когда как ловят креветку марлей. И всегда мне хотелось сделать маленький волочок, такой метров пять-шесть. Ну, с карманом, с мотнёй, как положено. И как-то руки не доходили. А тут уже просто так, так это загорелось. В общем, сделал я волочок, то есть, куль сделал, мотнёй, но мотнёй чуть не довязал сам кончик. Пять-пятиметровый волочок, ну, невод. И ячейка на неводе у меня пять миллиметров, пять с половиной. То есть, креветка должна в ней задерживаться и мелкая рыба. В общем, пока будем сидеть здесь день-два, я как раз этот куль довяжу. И будем пробовать ловить креветку. Он даже видно, я не знаю, глазами видно. Возле палки светодиод на дне горит. Наверное, наверное, не передаст мобильный телефон. В общем, всё стемнело, снимать уже не получается хорошо, потому что идёт расфокусировка, света мало, поэтому будем уже залазить в палатку или, не знаю, крутиться возле палатки. Что-то будем делать. В общем, по-тёмному, спать ещё рано, поэтому посмотрим. Сейчас, может, порежу сетку. Взял с собой, порежу на волочок, на куль сетку и завтра уже буду сшивать. Ну, там часа на четыре работы. В общем, доделаю и буду проверять. Второй кабан подошёл, там тот серый и дальше гуляет. А этот вынюхивает. Они думают, что мы им что-то будем давать. Нет. Ребята, давать мы вам ничего не будем. У нас уже всё висит на деревьях как можно выше. Но мамаша-то чуть побольше. Ну, не знаю, это уже прошлогоднее, может, этого года. Но второй лазит. В общем, собираются они. Думают, что тут будет им угощение. Нет, ребята, до свидания. Ничего вы сегодня не получите. В общем, прошла первая ночь. Был дождь. Ветер сильный. Море штормило. Зали штормит. Я не знаю, может, меня не слышно. Ветер сильный. Шумит. Волна идёт по заливу. В принципе, ночь прошла спокойно. Так, он и голос минут 10 подгоняет. Рек выходил, гонял, потом понял, что это бесполезно. Не заснул. В принципе, не холодно. Разве что волна, ветер северный. Пойду сейчас снимать свою снасть. Он стоит у меня. Не знаю, вид, а не в палках. Ей привязан фонарик. Сейчас буду снимать. Посмотрю, что там есть. Вот такая роколовка. Трёхметровая. Может, даже и нет в ней три метра. Вот. Она стояла на дне у меня. Кое-что споймало. Там какие-то у нас. Ставритки или кефальки. Крабы есть. Вот. Что там? Вот крабы. Один краб. Второй краб бегает. Третий, четвёртый. Бычки. Ещё какая-то рыба. Сейчас будем вытягивать, смотреть. А вот такое устройство для света. Литий-ионный аккумулятор 18650. Ну, держатель, провода. Я взял, припаял светодиод с токоограничивающим резистором. Вставил его в шприц двухмиллилитровый двухкубовый шприц и залил силиконом. Всё, под водой он прекрасно светил всю ночь. В общем, отработало нормально. Сейчас буду вытягивать улов, потом покажу. Вот, вытащил я улов. Бычок. Потом ставридка, наверное, морской рыбе я не очень разбираюсь. тут пробы четыре или пять штук. Ну, такие они крупные, конечно, но есть можно. Вот. И что там ещё такое есть интересное? Ну, бычок опять-таки. в общем, в принципе, с голоду не пропадёшь. С такой снастью. О, такой немелкий бычок. Рабы пытаются удрать. Креветки такой хватает. И не сильно мелкой. Такая нормальная по размеру. еще рыба на дне лежала интересная. Что-то где-то она заделась, не пойму. В общем, кастрюльку я эту не зря взял. Будем в ней. Я думал брать однолитровую, хватит. Потом подумал, если я рапанов собираю на дне моря, то как их потом варить там они однолитровой не вместятся. В общем, вот как-то так. Ну, неплохо. Ну, килограмма может быть. Килограмчик где-то. Если панцирь крабов еще отбросить, то меньше килограмма будет. Мясо. Ну, в принципе, нормальный улов, я считаю, для первого раза. Я даже не надеялся что-то поймать. Ну, так, на креветку ставил и рыба, и крабы. Отлично. И сама снасть весит там что-то грамм 500. Ну, как бы можно носить с собой, чтобы ловить рыбу. Она стоит сама, ловит, а ты только занимайся своими делами. В общем, нормально. Кабанов уже трое. Серый, рыжий и черный. не отходят от нас. Наверное, кроме нас тут никого и нет. Хотя, ребята, ребята с яхты, которые нас подвозили, вот они, ставили сети, идут снимать. Вон ихняя яхта стоит. Видно мачта. Ну, они слезли в забродах, вышли на берег метров 300, то есть, там мелко, там не больше, не глубже, чем по пояс. Вышли на берег и идут снимать сети. Сейчас снимут сети, подойду, спрошу, что там у них за улов. А мы варим крабов, креветок и рыбу. Ну, вот такой у нас улов получился. Завтрак из морепродуктов. Шесть крабиков. Ну, таких вот. Ну, в принципе, есть. Можно креветка грамм 200, 250 и рыба. Сварили все в одной кастрюльке, прямо в морской воде. Сейчас будем употреблять. В общем, мне нравится. Начало отдыха, то есть раколовка себя оправдала. Я как бы хотел сначала брать, делать точную копию креветочника, как здесь ловят. Но потом подумал, это с ним мороки много. И он, наверное, не такой компактный. И ставить его не так быстро, как раколовку. Раколовку две палки воткнул. Ну, третью палку для для света. Ну, вот как-то так. Можно, в принципе, две палки, я что-то не догадался. Здесь, в принципе, после отдыхающих на острове куча всякого хлама лежит. То есть, я палки быстро понаходил. Палки, трубки железные забил в дно, натянул раколовку, поставил. Нормально. На улице по-прежнему пасмурно. Кабаны где-то рядом. там только что-то не хотят. А, тут подходят. В принципе, есть просвет. Где-то там солнце на горизонте выглядывало. Но сейчас, пока его не видно. Ветер сильный. На улице как бы не то, что прохладно, но так, немножко прохладно. Я штаны одел. Ну, в принципе, терпимо, тепло. если считать, что уже конец сентября, поэтому погода нормальная. Вот, приобрел себе перед походом солнечную панель на 20 ватт. Называется Blitz Wolf. Все ее хвалят. Посмотрел отзывы в интернете. Отличная панель, как бы. Ну, сейчас солнца нету. Как бы, оно скрыто за тучками. Здесь у меня заряжается, сейчас покажу, вот такой наборной повербанк. Получается, у меня здесь примерно 16 тысяч миллиампер. То есть, аккумуляторы 18650 вставляю туда. и у меня получается 650 16 тысяч миллиампер. И вот получается, не знаю, видно, нет. Солнца нету. 0,1 ампера подсвет дает. Ладно. выключил, а то у меня вспышка работала. Ну, при совсем пасмурной погоде 0,04 ампера, 0,05 солнца немножко выдержит, будет точно подпогода совсем плана. Заряжаю пока только один повербанк. Сейчас еще телефон свой поставлю на зарядку, а когда будет хорошее солнце, тогда уже посмотрю, как будет заряжать, сколько будет давать. Сразу у меня есть два контроллера, один и второй. Специально взял, чтобы проверить, как... Ну, я их раньше зарядки взял, я их оба взял поход, чтобы проверить, что выдает солнечная панель. Вот тут такие домики построили, сразу же возле причала. Интересно, что там внутри, пойду загляну. Все равно здесь никого нет, поэтому можно посмотреть, что и как там устроено. домик саморезами закрутили дверь, но здесь получается три лежака внутри. Вот здесь стекла нету. Вот такой домик, простенький, каркасик, USB-панели, три лежака. Ну, в принципе, нормально. уже можно зарабатывать деньги. Как говорится, четыре домика в одном ряду, четыре во втором. Получается 24 места немного. Вот нашел тут поломанный зонтик, видать, был. И трубки от него, стойки, и такие спицы металлические, стальные. Легкие, легкие, я, наверное, их возьму с собой в лагерь, пока посмотрим. А там будем дальше идти по острову, они не тяжелые. Я думаю, они нам пригодятся. Где-то что-то закрепить, растянуть. Очень удобная штука. Вот как обесценились наши деньги. Вот такой разнос лежит. и тут куча мелочей. Она такая окисленная. В общем, аж интересно смотреть. Деньги валяются просто на улице выкинутые. А тут причал оказывается плавающий понтон. Видно, вот шевелится. Шевелится прямо плавает, колышется. Я чувствую даже как меня туда-сюда мотыляет на нем от ветра. Вот видно даже как он ходит вправо-влево. Бетонные плавающие понтоны. Вот видно. странно видеть такое. Хотя корабли из бетона тоже делали. Просто в спокойную погоду, когда не было ветра, я не видел этого, не замечал. Вот когда ветер именно заметил. Вот мой маленький походный или как я его называю морской волочок. Он такой длиной 5-6 метров. Вот небольшой ячейка 5 миллиметров. В принципе он у меня уже почти готов. Вот правильно посажен как положено. Мне осталось вот куль ярко-зеленого цвета. Мне осталось только нос куля дошить сам. Сейчас сшить его и пришить к волочку. И все. В принципе можно пробовать ловить рыбу. Он легкий где-то грамм 600 у меня. Даже с тремя грузиками которые на дне расположены. Я сюда один поплавочек или два тоже три наверное тоже поплавочка брошу в районе куля. Вот один здесь здесь и здесь все и получается будет полноценный полочок не вот то есть высотой он раскрывается до метр тридцать высота но по краям он посажен 90 сантиметров высота в принципе все сделано посажено осталось кульдашить и попробуем ловить волочком то есть такое необременительное легкое орудие лова которое можно сюда позволить с собой взять поход на море или даже на речку маленький удобный компактный в общем как-то так сейчас буду его досаживать пока погоды нет ветер на улице солнца вообще нету то есть волна идет ну мы сами нам никто не мешает отлично прекрасно отдыхаем как говорится переночуем еще одну ночь здесь и будем выдвигаться в сторону Лазурного начался сильный ветер прямо штормовой пришли штормовые растяжки я кстати хотел показать вот тем кто едет на Джерлгай с палатками или в такую местность берите если найдете вот такие старые колышки от старых савдеповских палаток потому что на песке обычно в комплекте идут такие колышки обычные как с электрода вот такая такой штырь вот он не будет держаться в песке а вот такие вот как от старой палатки вот такие вот колышки нормальные они широкие их держатся очень хорошо особенно когда при штормовом ветре это сильно заметно поэтому рекомендую всем брать вот такие колышки если найдете на их в принципе можно купить где-нибудь бушные на рынках продают как бы вопросом особо не пользуются а на крайний случай можно изготовить и снова ветер сильнейший просто очень сильный волна не знаю слышно меня или не слышно это на заливе такая волна сильная идет не слышно В общем, сейчас уже около 12 часов дня, я решил поставить проколовку днем, посмотрим, что будет. Ночью креветка, краб и рыба на свет шла, а сейчас я хочу засыпать туда несъеденные головы от креветок, которых я наловил. Сейчас я засыплю туда и пусть стоит, себе ловится. Посмотрим, какой будет результат, мне аж самому интересно. Море немножко успокоилось, волна стихла, барашков уже таких нет, в смысле залив успокоился. А на море там тоже успокоилось, было чуть сильнее, но ветер вроде бы стихает. Посмотрим. В общем, на улице опять ветер, сильный, попробовал связать волочок, сшивать не получается, а тут пару домиков открыто. Думаю, зайду в домик, зашел, а тут тихо, спокойно, сейчас тут буду зашивать волочок. То есть, с видом на море буду работать, это очень радо. Вот сейчас я его растяну и буду сшивать. Снял я этот краболовку, вернее, раколовку. Тут, наверное, с десяток крабов будет. Вот здесь мелочь какая-то, тюлька какая-то там еще. Тут крабы есть, по-моему, с этого конца. Вон краб. Вот. Сейчас достану их и буду ставить уже на ночь, на ночь со светом. Подключу свет и пусть еще раз одну ночь стоит. Сегодня мы планируем ночевать еще одну ночь, а завтра с утра собираемся и уже идем вдоль острова, в сторону Лазурного. Стемнело прилично. Я вот поставил раколовку, забил рядом палку, на которой подвесил аккумулятор и провод со светодиодом опустил вниз и засунул в раколовку. То есть, обычно на креветочницах ставят фонарь, вешают сверху и он светит сверху на раколовку. Но я решил, чтобы меньше не палиться, чтобы меньше тут рисоваться. Мало ли, кто тут что увидит, то спрятал свет вниз. То есть, его как бы и не видно издалека. Ну, сейчас темнеет, его будет больше видно, но если бы фонарик висел сверху, то было бы довольно-таки далеко видно. А так метров со ста уже как минимум, уже максимум 100 метров и этот свет уже видно не будет. Ну, вот так вот выглядит ночная ловля крабов и креветок. Результат вы утром видели и увидите. Завтра, я думаю, еще какой-то будет результат. То есть, если насыпать креветок не было вообще днем, если я насыпал креветок вареных, то самих креветок не словилась вообще. Там мелкая рыба и с десяток крабиков таких. Ну, можно есть такие нормальные. В общем, все. Сейчас будем варить крабов, включать, смотреть кино. Солнца почти не было. Такой вот закат, уже тучки ушли. Небо чистое. И вон, по-моему, молодой месяц видно. Вон, в центре кадра фокус не наводится, потому что темно. Ну, надеюсь, дождя не будет. Уже будет солнце. Сегодня зарядить так и не удалось ничего, потому что только-только тучки ушли. Но солнце уже село за горизонт. Ну, в принципе, все. Будем варить крабов и съедать их. Вот наши крабы. Такие штук восемь. Утром мне крабы понравились. Вкусные. Вот самый большой такой. Неплохой такой по размерам. Ну, есть, конечно, больше. Ну, и это отличный вариант. То есть, раколовку я брал не зря, в чем я убедился. На море можно ловить крабов. Причем, это все происходит без моего участия. То есть, оставил раколовку и она ловит себе. Снял утром, снял вечером. То есть, два улова. В принципе, можно питаться одними крабами и креветками. Вполне достойная пища, я считаю. Сегодня уже 23 сентября. 6.30 утра. Закончилась вторая ночь нашего путешествия. Нашего отдыха. И на маяках. Небо чистое. Вроде бы, более-менее не такое, как вчера было. Ну, так, облачка есть, но в основном перистые. Чуть-чуть кучевых. Должно быть солнце. Пошел я снял раколовку свою. Опять с десяток крабов там есть. Два больших бычка. Тавридка. Вот, креветки немножко. В принципе, все. Сейчас ее крабов выему. Креветку крабов рыбу сварю. Креветочницу высушу. И запакую. Будем уже идти дальше в поход. Здесь ее ставить не будем. Будем ставить в следующем месте. В принципе, неплохо. Раколовка, вернее. Неплохо она себя показывает на море. Для своих таких компактных размеров. Вполне можно наловить рыбы немножко. Ну, крабы самые лучшие сюда лезут. Мне кажется, если ничего туда не ложить, они просто так будут лезть. Хотя, думаю, все-таки ложить что-то надо. Пустую не ставил, не пробовал. Ну, все пока. Сейчас, наверное, буду разводить костер, чтобы газ экономить. И на костре буду варить. Улов наш. Вот достал из раколовки. Здесь улов. Ну, килограмма, наверное, полтора рыбы. Крабов получилось. Там креветок, всего вместе. Чуть-чуть налил водички. Как раз, чтобы заполнило всю рыбу. И сейчас, сейчас будем кострик разводить и варить. Ну, вот, сварили наш улов. Вот, где-то с десяток крабов получился. Ну, есть и мелкие, конечно. Есть такие, чуть крупнее. Вот рыбы. Грамм 400, наверное. Бычки два крупных. Сардинка, наверное. Что это? Не знаю. Ну, мелких бычков много. Ну, немножко креветки. Грамм 150. Креветки мало сегодня было. Не знаю, почему. Может, с погодой связано. Ну, все равно, улов есть. Если, в принципе, два раза в день так вытаскивать улов, вытягивать из воды, то, в принципе, нормально. Можно и одной рыбой пропитаться. То есть, одним уловом. А с моря. Ну, в принципе, сейчас заварим чай. Попьем чай. Поедим рыбу. Крабы, креветки. Маша сматывает потихоньку веревку. Собираемся. Уходить. Ну, кабаны тут как тут. Они с самого утра пасутся. Олени подходили метров за 150. Последственно. Я хотел их снять. Они убежали почему-то. Испугались. А вот и кабан. Он уже как домашний ходит тут. Вот еще один. В общем, не хотят отсюда уходить. В надежде, что мы что-то дадим. А вон еще один товарищ идет. Короче говоря, охраняют нас. Ладно, будем завтракать и собираться. Солнца нету. Пока не вышло особо. Так. Проглядывает что-то через облака. Но для зарядки очень мало. Там 0,2 ампера дает. Не больше. Ну, надеюсь, чуть позже солнышко выйдет. И будем уже нормально заряжать телефоны, пауэрбанки. Потому что еще пять дней здесь быть. Находиться. Надо снимать. Вот, я довязываю свой волочок. Как-то все нет времени, то делаешь, то это. В общем, планирую сейчас довязать его. Тут осталось зашить куль. И будем собираться, выдвигаться, идти вдоль Джарелгача. Вот приехал плавучий бар. Называется Плакучая Ива со Скадовска. Но он что-то пустой. Людей не привез. Вроде как поговаривают или сегодня, или завтра день города Скадовска. И сюда должно приехать как бы праздновать очень много людей. Ну, так предполагается. Ну, я думаю, бар приехал пустой. людей может и не было, но как бы собираются торговать. Вот так мои догадки. Кстати, сегодня у меня такая дата интересная. У меня сегодня ровно пять тысяч подписчиков. Вот. Я еще вяжу волочок, довязываю куль. Конечно, работа такая монотонная, нудноватая, но его надо доделать, потому что здесь такое более-менее удобное место. Я думаю, там может таких мест и не быть. Там, где мы будем идти, там и деревьев особо не будет. Поэтому не будет, где его подвесить, растянуть. И поэтому я уже решил закончить его. Потому что ну, как бы уже и время поджимает. Надо идти и еще чуть-чуть поработать осталось. В общем, еще полчасика довязываю и будем собираться. Ну вот, в принципе, и все. Вязал я волочок свой, куль зашил. Здесь осталось только там зад куля сшить. Но я пока этого делать не буду. Здесь такие есть уши, остатки сетки. Я их просто свяжу в узел. Вот так. Ну все. Такой маленький примитивный волочок. Как бы давно мечтала о таком. У меня то дома есть нарушенно связанный 160 метров. Так как я занимаюсь рыбоводством из сороковки. Ну, понимаете, 160 метров он очень тяжелый. Как бы сюда он вообще не пойдет. А это так, для креветки, там, для рыбы. В принципе, он где-то грамм 600-700 весит с грузиками. Еще поплавки осталось одеть, но это такое, это 5 минут работы. Вот так. Я особо не заморачивался. Примитивненько связал его из кусочков сетки, чтобы все было по-быстрому. Главное, что есть куль и вся рыба, все, что будет ловиться, креветка, здесь. Ну вот, в принципе, и все. Сейчас завязываю здесь узел, вот здесь, и можно собираться. Ну, все, завязал я волочок, слава богу, посадил три поплавка. Вот сейчас посмотрим, сколько в него будет вес. Я взял с собой кантор на всякий случай. 610 грамм. Вот. Отлично. Все. Будем собираться и идти. Так, собрались. После себя порядок, как всегда. Оставили все чистенько. Тут, конечно, мусора своего хватает. Поразбросали. Ну, солнце так и не показывается. Темно. Ну, в прогнозе так и было сказано, в принципе. Поэтому мы не обижаемся на погоду. Вон, приехали люди. Я так понимаю, день города отмечать. Ну, если он сегодня, или завтра, или сегодня котирок их привез. Который стоит вот. Мавр называется. оплакучая Ива поехала назад с Кадовск. В общем, зачем она приезжала, я так и не понял. Может, она привезла людей. Я не видел, когда она подошла. Просто другим занимался. Ну, все, в принципе, мы готовы. Сейчас будем отчаливать. На маячки наберем воды и вперед в поход. Маша, улыбнись, помахай ручкой. Вот так. В общем, вышли. напрямую к маякам. Море так не штормит, но волна идет. Небо по-прежнему пасмурное. Вот там люди какие-то отдыхают, не знаю. А мы сейчас пойдем водичку набирать. Рюкзаки, конечно, килограмм на 8, на 7 каждый потяжелеет. Мы на это и рассчитывали. Ну, вот, в принципе, и все. Конец первой части видео нашего похода. Ожидайте выхода второй части, которая скоро будет. Кому понравилось, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok